Так, ну что, друзья, тема нашего расклада такова. Собирается ли этот человек строить со мной серьезные отношения? Мужчина, женщина, да, неважно, кто меня смотрит. Загадывайте свой вариант, у нас шесть. Шесть вариантов. Первая, вторая, третья карта, четвертая, пятая, шестая. Собирается ли этот человек строить со мной серьезные отношения? Так, кому нужно больше времени, ставьте на паузу. Я начинаю, единицы. Смотрим. Здесь мужчина женат, король пентаклевый иерофант. Да, ищет на стороне любовницу себе. То есть третье лицо, с кем может испытать яркость эмоций, яркость жизни. Луна, иерофант, верховная жрица. Что она, собственно, об этом говорит? С вами он действительно испытывает яркость, эмоции. Возможно, единицы здесь не раз хотели уйти от человека. Либо в мыслях, либо конкретно в действиях. Возможно, единицы здесь, кстати, в этих отношениях выше. В каком плане выше? Более развиты. Развиты интеллектуально, морально. То есть человек все равно, такое ощущение, как будто бы под вами, а вы над этими отношениями. Слишком здесь уже независимая, самодостаточная девушка меня смотрит. Но еще раз повторяю, у мужчины здесь есть обязательства. Если к вам притяжение, если к вам интерес, конечно, безусловно, здесь есть. Здесь меня смотрит и мир, и туз пентаклей, и девятка пентаклей. То есть девушка, которая знает себе цену. Красиво, прекрасно, и она знает ценность жизни. Она знает, как себя подавать. Она полностью уверена в себе. И мужчина, возможно, кстати, ощущает себя рядом с вами не слишком уверенным. А что он чувствует? Ну, солнце, конечно. Я словно бабочка к огню, да? Летит крылья своя, полив. То есть залип на вас, потому что яркость жизни невероятная. Здесь мужчина в вас влюблен. Но еще раз говорю, у него есть обязательства перед, на дне колода императора. Перед другой семьей. Дениса, благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал за личными раскладами мне в личку. Я двигаюсь дальше. Какие отношения вы к намерению этого человека? Начнем с того, что человек вам не доверяет однозначно. Он хочет вас дрессировать, проверять, сканировать, собирать информацию. Даже если полностью откроете ему свою душу и сердце, он до конца доверять вам не будет. Потому что по Пажу Мечей, ну здесь вот, собственно, характер человека вот такой. Сущность у него такая. Первоная жрица, луна. Нет, здесь мужчина не настроен на серьезные отношения. Он настроен на отношения, о которых не знает никто. Паж Мечей это всегда сокрытие чего-то. Плюс ко всему, по двойке жезлов, возможно, вы у мужчины не одна. В плане того, что он интересуется еще и другой женщиной. Потому что здесь вышел туз воздуха. Поэтому настроен на отношения серьезные. Нет, он однозначно не настроен. Интерес, конечно, есть. Но здесь мужчина все-таки хочет простраивать иерархическую сетку. Кто главнее, а кто нет. Иерафан, что? Здесь, возможно, вы старше мужчины. И не только здесь возрастная категория имеет место быть. Здесь, возможно, ваши приоритеты. Ваше образование. Ваши моральные принципы. Да, ваша менталка, ваш интеллект. Вы выше этого мужчины. Поэтому он здесь вам не ровни, двойки. Он вам здесь не ровни однозначно. Возле вас только королей крутится. Король мечей. Король кубка. Мужчины более достойные. Которые о вас фантазируют. Представляют. Мечтают о вас. Поэтому присмотритесь к другим мужчинам. Потому что только того, кого вы загадали, он к вам относится не особо и серьезно. Так, двойки. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Кому нужны личные расклады. Пишите мне в личку. Я двигаюсь дальше. Тройки. Какие намерения у человека, которого вы загадали. Ох, какой он здесь агрессивный. Война ради войны. Что-то он здесь хочет вам доказать. Используя все ресурсы, все методы, правдами и неправдами. Что-то он здесь хочет отстоять. Что ты хочешь здесь отстоять. Здесь отношения пошли на убыль. Здесь в отношениях есть разочарование. Возможно, кто-то в этих отношениях слишком инфантилен. Или очень сильно зацеплен на материальный достаток мужчины. Или мужчина, например, очень сильно зациклен на материальном достатке женщины. Смотря кто меня выбрал. Поэтому здесь в отношениях идет выяснение, разочарование. Даже какая-то агрессия. Мужчина вас не готов потерять. Настроен ли он серьезно на эти отношения? Здесь чувство собственничества. Здесь нежелание вас терять. Потому что с вами комфортно. Вы дарите какой-то комфорт, какое-то тепло. Такое ощущение, как будто вы здесь старше. Поразительно. Первый, второй вариант тоже. Такое ощущение, как будто меня девочки загадывают старше своих партнеров. Либо морально, как-то интеллектуально более развиты. Вот мое не отдам. И все тут. Вот здесь вот таким вот образом прослеживается. Да, как я и сказала, здесь женщина очень сильно сконцентрирована на материальном. Ну, например, сколько мужчина зарабатывает и сколько он может действительно ей давать. Обеспечивая ее. Потому что ей нужно немало тут денег. В любом случае, мужчина здесь вас желает. Однозначно желает. Тоску это... Такое чувство ревности, чувство собственничества. Оно присутствует. Но еще здесь, знаете, какой у меня слой информации идет? Здесь у кого-то тоже проиграется, что мужчина официально не свободен. Так. Двигаюсь дальше. Четверки. Смотрим. Нет, здесь не настроен к вам серьезный мужчина. Опять верховная жица. Тайные отношения, о которых никто не хочет, не должен знать. Причем мужчина здесь фантазирует о вас. У него присутствуют сексуальные фантазии. Знаете, он особо, когда ярко фантазирует. Когда вы находитесь именно в состоянии конфликта. Друг с другом. Вы не общаетесь. Либо у вас произошла какая-то ссора, какой-то скандал. Когда вы на определенный период времени прекратили здесь общение. Вот тогда мужчину вы очень сильно тянете. На фоне этих эмоций агрессивных он начинает здесь фантазировать сексуально. Да, здесь мужчине нужно поработать психологом. Настроен ли он здесь серьезно? Нет, шут дурак однозначно нет. Все равно он этими хочет крутить, вертеть этими отношениями. Манипулировать этими отношениями. Причем брать, как манипулировать. Представляться таким надежным другом в этих отношениях. Я приду на помощь. Я всегда спасу. Я всегда поддержу. Но это не так. Поэтому мужчина не настроен на серьезные отношения. Он настроен на какую-то игру. Настроен на то, чтобы получить то, что он хочет. Так. Благодарю за просмотр пятерки. Я двигаюсь дальше. Вернее четверки, да. Кому нужны личные расклады, мне в личку. Пятерочки. Здесь мужчина настроен на серьезные отношения. Он влюблен. Женщина дает ему яркость жизни. Что в верховной жите? Ну, отношения, возможно, здесь закончены. Либо вы не общаетесь, либо вы на расстоянии. Возможно, причина вашего разрыва была другая женщина. Либо официальный брак, либо гражданский брак, который есть у этого мужчины. Мужчина, если вы меня смотрите, то вы смотрите, да, со своей колокольни. Просто еще раз повторяю, я девушка, поэтому я обращаюсь и говорю именно о мужчинах. Но здесь мужчина однозначно в вас влюблен. Он не готов отпускать вас в свое поле видимости. Готов прийти на помощь и поддержать. Вы его солнце. Он может об этом не говорить. Не озвучивать. Как он подавляет эти эмоции? Он уходит в работу. Полностью погружается в эту работу. Появится? Появится. Появится, да, Ярофант. Я же говорю, здесь мужчина либо в гражданском браке, либо в официальном браке. Но на вас он точно залипает. Он влюблен в вас. Фантазирует. 24 на 7. Так. Благодарю за просмотр. Пятерки. Кому нужны личные расклады, пишите мне в личку. И шестой вариант. Кто у нас выбрал шестой вариант? Заинтересована ли ваша пассия в серьезных отношениях? Четверка жезла. Сейчас затянем. Сейчас затянем. Да, конечно. И здесь более того, здесь, возможно, женщина не хочет этих отношений, а мужчина все больше и больше с каждым днем тоскует и влюбляется. Четверка жезла. Четверка жезлов, безусловно, это желание жить вместе, это желание быть под одной крышей, строить что-то серьезное. Но здесь вопрос, скорее всего, в девушке по девятке губков. Девушка хочет наслаждаться своим личным пространством, своей жизнью. Не особо она заинтересована. А мужчина, да, здесь заинтересован. Король губков, он влюблен однозначно. Так, благодарю за просмотр всех шестерки. Кому нужны личные расклады, пишите мне в личку. Я не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Продолжение следует...